Ребят, всем привет! Вещали на связи. Ваш пророк и лучший друг в мире ставок. Лига чемпионов вновь возвращается. Я поговорю для вас, на мой взгляд, неплохие ставки. И давайте пройдем розыгрыш в тысячу рублей. Условик обычно простейший. Первый подписаться на мой YouTube-канал, второй поставил лайк под этим видео, третий написать минуту. И команду, которая забьет первый гол в матче Шахтер-Реал, человек, который когда-то первый выполнил себе предыдущие условия, он этот косарь и заберет. Ребят, на Лигу чемпионов наиболее уверенные ставки будут у меня в Telegram-канале. Потому что на исходы мы видим то, что много сенсаций Лиги чемпионов. Не всегда ставки залетают. В Telegram-канале, особенно в прошлый раз, очень хорошо мы с вами подняли. Особенно в лайве. Кстати, я буду проводить на своем канале стримы на Лигу чемпионов. Тоже залетайте, приходите. Как раз-таки благодаря лайв ставкам на стримах мы неплохо заработали. Ссылка на мой Telegram-канал будет в описании. Также в Telegram-канале я выложу бесплатный экспресс с большим коэффициентом. Так что приходите, все бесплатно, повторюсь. У Бешикташа было очень много трамирных. В прошлом матче Лиги чемпионов против Аякса они 2-0 проиграли. Но даже тогда, особенно в первом тайме, были шикарные моменты. Там два момента у Бешикташа, чтобы забить гол, хотя было много потерь. Сейчас есть, конечно, отсутствующие. Карман, Пьянич, Инкуду не сыграет. Но, тем не менее, много футболистов восстановились. Там Буршуаи набрал форму. Поэтому я, в принципе, с оптимизмом смотрю на матчи Бешикташа. Ближайшие в Турцию всегда играя 7 тяжело. Ворота Баруси дома они забили, хоть и уступили 1-2. Ну и в последних матчах, вот в дерби Истамбулу уступили 3-2. А так, в целом, довольно часто у них УЗ проходит. Севаспор они до этого 2-1 победили. Касаемо спортинга. Спортинг не лучшим образом сортовал Лиги Чемпионов. Сокрушительное поражение от Аякса 1-5 дома. И в Турцию уступили 1-0 Баруси, из-за которого ни Холланд не играл, ни ряд других футболистов стартов состава. Но все равно команда более квалифицированная забить должна. Ставлю на обе забьют. Коэффициент 1-79, 3 тысячи 100 рублей. Аякс играет против Баруси. Естественно, в этом матче мы ждем голы. Букмекеры это понимают. Резко недооценивают. Даже там на УЗ низкий коэффициент. Да даже на УЗ плюс Тотл больше 2-5 коэффициент на самом деле очень высокий. Не соответствует уровню риска. Но один момент, который меня, честно говоря, поразил, это то, что хозяева являются такими большими фаворитами в этом матче. То есть 2-20 давать на победу Аякса. Слушайте, ну серьезно, против Баруси. И ладно бы, там до этого у Баруси было много травмированных. Там Холланд в прошлом туре Лиги Чемпионов не играл, что не помешало, повторюсь, ему победить в спорте 1-0. Так сейчас Холланд в строю. Он забивает уже на протяжении 8 матчей подряд. Также Азара, Канжи, Минье, Ройз, Джан, Шульц тоже все в строю. Да, там есть травмированный футболист Рафаэль Гирейрес, короче, не сыграет. Но его без потери качества тот же Шульц может заменить. Аякс, да, безусловно, неплохо Лиги Чемпионов 1-5. Там Спортинг победили 2-0 дома Бешикташ. Поэтому в обмене голов здесь сомнений мало. Но мне кажется, что слишком прям большой тотал команды не пробьют. То есть, ну, максимум 5 голов здесь стоит ожидать. И при этом я хочу воспользоваться вот этими котировками высокими на Баруси. Мне кажется, они здесь не аутсайдеры. И здесь даже они могут себе позволить играть там на контратаках. И Холланд будет там убегать и забивать эти голы. Так что 3200 рублей я ставлю на обе Завюта. Плюс тотал меньше 5-5 за коэффициент 1.69. 2900 рублей разделил на 200. Второй тысяче рублей ставлю на непроигрыш Баруси за коэффициент 1.72. И 1400 рублей на Фору 2-0 за коэффициент 2.34. Интер играет против Шерифа. Ребята, ну все, ну хватит. Пора уже этой сказке закончиться. Я понимаю, что сейчас у Шерифа много фанатов. Что очередной раз верят в их победу, там, голы и так далее. Но давайте смотреть правде в лицо. Да, Шериф, тем не менее, Шахтер заслуженно победил. На контратаках грамотно играли. Но матч с Реалом чистый отскок. Согласитесь, там у Реала была куча моментов. Там чудо-голы Шерифа на ровном месте. Поэтому, ну, это везение должно когда-то прекратиться. Тем более, что Интер сейчас идет на последнем месте в Лиге Чемпионов. Им очки нужны кровь из носу. Да, Интер довольно часто пропускает. Хотя вот с Шахтером, опять же, сыграли 0-0. Уступили на выходных Латсу. Но, опять же, Интер играет против команд, которые выше уровня, чем Шериф. Так или иначе. Дома, я думаю, что Милане, Интер должен собраться, держать победу. Я не согласен с тем, что там нужно брать какие-то большие минусовые фуры на Интер. Вот это как раз-таки букмекеры переоценят. Но, слушайте, букмекеры тоже не дураки. И они не просто так выставляют эти котировки. Поэтому я вот считаю, что в этом матче Шериф, скорее всего, не забьет. И вот как раз-таки валую на взятие победы Интера с сухим счетом, что я и делаю за коэффициент 2-0-6, 2800 рублей. Я считаю, что эта ставка как раз-таки интересная. За КФ-2 плюс то, что Шериф не забьет. Ну, довольно хорошее событие, как по мне. Дальше идем. Шахтер играет против Реала. Центральный матч этого видео. Вообще, эта группа, конечно, непонятная. Она и в том сезоне много сенсаций нам дарила. Но в этом сезоне тоже. Шахтер 0-0 сыграл с Интером при плюс-минус равной игре. В первом туре 2-0 ступил Шерифу заслуженно. Но знаете, что я хочу отметить? Я вот не жду много голов в этом матче. Потому что и у Шахтера во всех матчах Лиги Чемпионов, в том числе и в обоих матчах против Монако, против Генка, Total меньше 3-5 ставка проходила. И против Динамо Киева в обоих матчах этого сезона тоже Total меньше 3-5 ставка залетала. На групповом этапе та же самая история. И Реал, с учетом того, что и травмирных футболистов у них сейчас немало, с учетом того, что в последнее время тоже голы даются явно им с трудом, и в последних трех и пяти шести игр у Реала Total меньше 3-5 тоже ставка проходит, я думаю, что этот матч будет упорным, примерно похожим на матч Шахтера-Интер. И много голов мы в этом поединке не увидим. Кстати, в прошлом сезоне Шахтер дома победил 2-0 Реал, но там тоже долгое время не было голов в том поединке. Ну и, конечно, все равно, да, Реал в том сезоне проиграл оба матча Шахтера, но мы понимаем, что Реал все-таки посильнее будет. Им тоже нужно одерживать победу. Да я не буду ставить ни в коем случае победу Реала, абсолютно ненадежное событие, но все-таки не проиграть Реал на выезде, наверное, должен. Но даже эту ставку я перестрахую. И 3000 рублей разделю на две ставки. По 1500 рублей я ставлю на 2х плюс Total меньше 3-5 за коэффициент 1,97 и просто Total меньше 3 за коэффициент 1,93. Ребят, ставка дня в этом видео, это обе забьют на матч Бешиктаж-Спортинг. Коэффициент 1,79, мне кажется, вполне нормальный. В отличие от того же матча Аякс-Баруси, здесь более-менее нормальный коэффициент на это событие. И в целом все для того, чтобы команды менялись голами. Вы в комментариях предлагаете свои ставки дня под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, залетайте в Телеграм с дополнительными бесплатными ставками. Косарь, получайте фрибета от наших партнеров в закрепленном комментарии, участвуйте в денежном розыгрыше. Успехов вам и увидимся в следующих видео.